Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня я вместе с вами буду пробовать сделать макияж косметикой Эльф. На сайте iHerb я пыталась заказать именно их бестселлеры, либо же новинки. В первый раз буду тестировать этот бренд, знаю, что сама формула разработана в США, но делается все, конечно же, на территории Китая. В общем-то, это и оправдывает цену. Она довольно бюджетная, что-то в районе Catrice или Essence. Ну что, давайте начнем с тональной основы, вернее, BB крема. Это их новинка. Линейка называется Broad Spectrum и она направлена на защиту от солнца. Здесь SPF 20. Я взяла оттенок Nude, он идет третий по счету из шести. Помпа довольно тугая, как-то тяжело регулировать количество. Темный, да? Как обычно, вот всегда я возьму темнее на пару тонов, чем мне нужно. Давайте попробуем бьюти-блендером его разнести. Может, получится более тонкое покрытие и не так будет заметна разница в цвете. С цветом явно промах. Давайте попробуем на лбу нанести пальцами, что из этого получится. Мне он немножечко пятнит. Я никак не могу его разнести равномерно. Нет, пальцами очень неудобно. Он куда-то проваливается. Это определенно продукт для бьюти-блендера. Хотя биби-крем предполагают наносить пальцами и без зеркала. Но тут немножечко, видимо, другая история. Я сейчас прям очень желтая, как будто после дешевого автозагара. Пробуем исправить ситуацию бьюти-блендером. Сняв часть покрытия, как для биби-крема, он довольно плотноват и густоват. И по консистенции, как по мне, напоминает обычный тональный крем. Финиш получился слегка пятнистым, но таким натурально сияющим. Важно заметить его адаптивность. Он подстроился под мой натуральный цвет кожи. И, по-моему, уже смотрится не так ужасно. Время переходить к макияжу глаз. А это, мне кажется, самая интересная часть этого видео. Потому что сегодня мы будем тестировать просто неимоверно красивую палетку теней. Вот так вот она выглядит. Называется Matte for Matte. Открываем. Какая красота! Большое удобное зеркало. 10 матовых оттенков теней. И напишите мне в комментариях, какую известную палетку вам она напоминает по разнообразию цветов. Очень удачно, что в одной палетке есть и теплые, и холодные оттенки, которые замешаны на сером пигменте. Давайте возьмем вот этот интересный тауповый более оттенок. И нанесу его в складку. Ну, что вам сказать. Тени очень пигментированные. Я прям так сильно разогнулась изначально. Привыкла к палеткам с Алиэкспресс, там где надо давить на кисть. Здесь можно просто вот два раза тернуть кистью. И цвет на месте. И он точно такой же, как в палетке. Давайте возьмем более светлый оттенок. Вот такой вот цвет кожи. Светлобежевый. Я напоминаю, что обычно светлые матовые оттенки переносятся хуже всего на кожу. Я прям очень сейчас блещу в кадре. Я вижу себя в мониторчике, и мне дико не нравится. Прям жирный блин. Но мы как бы тестируем. Подождем еще пару минуточек. И я вам обещаю, что мы все запудрим. И я вас перестану уже засвечивать там. Теперь мне прям очень сильно хочется взять вот этот вот розовый оттенок под цвет, кстати, моей кофточки. Но у меня для этого случая есть вот такая вот штучка. Это закрепитель макияжа. Что-то по типу фикс-пласс у мака. Пластиковая упаковка. Внутри довольно дешевая такая бутылочка. Мне нужна кисть в виде лопатки. Обязательно с синтетическим ворсом. Я на нее пару раз пшикну. И все-таки наберу вот этот вот розовый оттенок. Куски попереносились и отпадают. Они в мокром виде не хотят наноситься. Вот в сухом намного лучше. Теперь малюхенькой кисточкой давайте возьмем... Какой же нам оттеночек взять? Тут прям все мне нравится. Давайте возьмем вот этот коричневый. Более тепленький. И нанесем на нижнее веко. Кожа сейчас очень сильно блестит. И посмотрите, у меня как будто на шкулах нанесен хайлайтер. Но его там нет. Хайлайтер хайлайтером, но Т-зону. Я, наверное, таки припудрю. Потому что, ну, это невозможно просто. Дальше. Я хочу все-таки вернуться к этому спрею. И все-таки заставить его работать с тенями. Возьму я ровно подстриженную плоскую кисть. Так, давайте попробуем делать вот так. Чуть дальше кисть. Хочу взять с палетки самый темный. Вот этот вот практически черный оттенок. На самом деле он такой темно-графитовый. И в идеале сделать им стрелки. Сейчас посмотрим, насколько это будет возможно. Так, пока что это получается. Но они прям дико сыпаются мне на линзы. Очень такая мягкая, слегка растушеванная стрелка получается. Воспользуюсь тушью от Люкс Визаж, которую вы мне советовали в комментариях. Я прям очень ею прониклась. Особенно, когда она немножечко подсохла. Огромное вам спасибо за классные советы. Переходим к следующему продукту. А это мои первые кремовые румяна. Никогда ничего подобного не пробовала. Прям совсем идеальная, не тронутая ни одним пальцем. Мне прямо жалко к ней дотрагиваться. На ощупь как будто бальзам для губ. Хоть бы не переборщить. Хоть бы действительно как будто румянец изнутри, говорят. Мне нравится, как они втушевываются в кожу. Какого-то интересного продукта для губ от Эльф. По крайней мере на сайте. Я не нашла. Поэтому мы рискнем и возьмем наши кремовые румяна. И нанесем их на губы. Посмотрите, какой хорошенький цвет получается. Причем довольно матовый финиш. Ну что, мой макияж практически закончен. И нам остался последний этап. Использование вот этого фиксатора для макияжа по назначению. Распулим на лицо. На языке, кстати, горько. Сейчас я выгляжу как будто после сауны. Я, кажется, переборщила опять-таки с количеством. Кстати, этот спрей это единственный продукт, который я использовала до съемки этого видео. Проверяла его, так скажем, на прочность. По сути, он продлевает стойкость вашей тональной основы. Все сухие рассыпчатые продукты по типу теней, пудры, румян. Этот спрей как будто немножко усаживает. При этом значительно продлевая их стойкость. То есть, после 12-часового рабочего дня вы будете видеть на себе коррекцию и румяна. Ну что, вот такой вот макияж косметикой Эльф у меня получился. Надеюсь, это видео вам понравилось или было полезно. Все ссылки на показанные продукты я оставлю внизу в инфобоксе. Напишите мне в комментариях, пользовались ли вы косметикой Эльф. И какие продукты вам понравились больше всего. Мне будет интересно почитать. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока!